Хелло, фрик-бичес Трампу 74, он жиробас и при этом вылечился за 4 дня Да, но... Похуй, кто там чё говорит Так как его лечили, ему дали всё, что только можно Это же президент США Но сработало же, у них всё есть Если всё принять, будешь здоров Жирный старик справился Да, но его лечение, думаю, немного отличается от того, что ты получишь в больнице Энсино Не ходите в больницу Энсино Идите в Сидар-Синай Там вам вколят, что ему вкололи Его ведь, наверное, лечили недоступными нам средствами Да Если серьёзно Да Откуда ты знаешь? Сто процентов говорили об экспериментальном препарате, который ещё не прошёл проверку Таких штук не найдёшь просто так в Сидар-С Это, во-первых Теорамсдемиримири... Нет, он доступен Рамдисивир Рамдисивир, он общедоступен Он общедоступен Что ему ещё давали? Но ещё ему делали какую-то плазмотерапию Это уже не общедоступно Нет Это почему? Потому что ты не президент США Или либеральные СМИ пытаются это от нас спрятать, чтобы мы болели и привели Байдена в Белый дом Ты об этом думал? Так, погоди Прошлой ночью я проводил собственное расследование Потому что вокруг столько неразберихи Эта сторона нас постоянно пугает Это сто процентов говорит, что всё страшнее, чем кажется И нужно выбрать нового президента Другая сторона, очевидно, рассказывает, что не о чем беспокоиться Всё нормализуется Всё нормализуется И экономика постепенно восстанавливается И так далее И складывается какой-то когнитивный диссонанс Непонятно кому верить Я смотрел Такера Карлосона Вроде что-то дельное начал говорить Затем Андерсона, и он тоже вроде Я решил немного абстрагироваться Взглянуть на весь мир Хочу узнать, что творится в мире Вне наших выборов Испания Франция Москва Нидерланды Все они открыли границы Слегка шире, чем следует И сейчас постепенно возвращаются к запретам Везде растет число заболевших Да, но если смотреть на другие страны Взгляни на Швецию Они полностью открыли границы И у них всё меньше заболевших Всё пришло в норму Они не носят маски, ходят по барам Конечно, эта страна небольшая Небольшая, да У них меньше людей Они по-другому живут В небольших деревнях Не считая Стокгольма И всё вроде у них в порядке Я знаю, но если посмотришь на Испанию Францию или Москву Там нет политической Огранки этого вопроса Это никак не связано с политикой Они начали снимать ограничения И подумали, да вроде всё уже И вдруг количество заболевших Снова начало расти И теперь им приходится Снова вводить некоторые ограничения Вирус это реальная угроза Которая убивает лишних людей И... Лишних людей? Чего, бля? Ты о чём? Вирус это реальная угроза Которая убивает лишних людей Ну да О чём ты? А ты о чём? Это что за описание такое? Вирус это реальная угроза Которая убивает лишних людей Нас слишком много сейчас Слишком много людей на планете Нельзя так говорить Но это правда Ты видел, как мох растёт И иногда немного разрастается до асфальта И ты такой Смотри, как красиво А затем он разрастается по всему зданию Мы — это мох И мы слишком разрослись, поэтому появляется нечто контролирующее нашу популяцию Или это был экспериментальный вирус, который разрабатывался в Ухане В лаборатории четвёртого уровня И он вырвался В Швеции, где изначально отказывались от коронавирусного локдауна Как минимум ещё год будут продолжать действовать ограничения Да, но их ограничения отличаются от наших Есть запрет на массовые мероприятия, но у них можно ходить по ресторанам и барам Да, но это всё же ограничения Вирус действительно представляет опасность по всему миру И это будет продолжаться до июня, кстати Я слышал в Денвере Откуда в Денвере знают? Это они тебе про лишних людей затирали? Господи Мне рассказывал один пилот, с которым я был в одном шоу Его доктор объяснял, что все пандемии длились 18 месяцев И неважно, какие были принятые меры и ограничения Спустя 18 месяцев огонь начинает гаснуть И всё возвращается к норме Исторически Исторически так повелось, да Так как между пандемиями промежутки в сотню лет Не осталось людей, которые могли бы научить нас, как себя вести Мы совершаем те же ошибки И если посчитать, то получается с момента, когда пандемия началась Как раз в июне всё должно закончиться Это, конечно, грустно Но в то же время обнадёживающе По крайней мере, есть какой-то срок Да, придётся поносить маску и испытывать всевозможный дискомфорт Но если всё закончится в июне По крайней мере, можно уже на то время строить какие-то планы Отправиться куда-то на День независимости Но сколько предприятий закроется к июню? Думаю, проблема в том, что нам указывают, что мы можем делать, а что не можем Вот это проблема По сути, мы сдаём наши конституционные права Таким образом, сложно защитить себя Нет защиты у вашего бизнеса Нет реальной защиты вашей жизни И помимо этого, вам приходится сталкиваться с другими потенциально смертельными опасностями И ужасными экономическими последствиями Например, сколько людей умрёт от передоза От депрессии или суицида Да, это тоже существенные факторы Совершенно верно Но мне кажется, можно найти консенсус между точками зрения CNN и Fox News Правда, где-то посередине Я видел это в Портленде, видел в Коннектикуте, в Солт-Лейк-Сити Что ты видел? Я выступал в этих городах, там все носят маски Но заведения открыты Да, вот к чему мы должны были прийти в Лос-Анджелесе давным-давно Да, всех тестируют, все носят маски, соблюдают дистанцию Можно зайти в ресторан, посадка там лишь наполовину Я выступал в стендап-клубах, там тоже лишь половина мест Проблема вот в чём Это не потому, что я плохой комик Я просто не думаю, что это научно обосновано Вирус сейчас передаётся по воздуху Да Это подтверждено Раньше думали, что воздушно-капельным Поэтому нужна была дистанция в полтора метра Теперь так уже не думают Они думают, что он передаётся по воздуху И если так, то соблюдение социальной дистанции — полная херня Если вирус в воздухе Но ни херня, если есть дистанция и ты носишь маску Я говорю о том, что социальная дистанция уже не нужна Понял То есть в маске можно подходить ближе, но её не снимать Во многих масках есть дырки Ну да, но... Видел бумажные маски с проволокой Всё там открыто около глаз и сбоку Я не говорю, что носить маску бесполезно Может это уменьшит количество выпускаемых вами частиц Может быть Мы с тобой не учёные Но я вот о чём Мне кажется, что сейчас много здоровых людей Выходит на улицу, никого не заражая Потому что сами не заражены И всё вроде нормально Все носят маски и нужно всегда быть на чеку Но я не совсем понимаю, как если ты в одной комнате заражённым Можешь избежать вируса Может только если у тебя респиратор N95 Настоящая маска Не понимаю, чем эти тканевые маски вам помогут Мне кажется, они помогают Взять эти города, например На чём основано твоё суждение? Оно основано на городах, где действует масочный режим Там число заболевших снизилось Так все носят Всем нужно носить маски По всей стране Но это сейчас, раньше нет В самом начале люди несерьёзно к этому относились Не говоря о других странных событиях Во время протестов вирус серьёзно набрал обороты Конечно, на улицах было полно людей без масок К тому же все находились слишком близко друг к другу Стояли рядом и вместе кричали А вирус витал в воздухе Вот именно Особенно ночью Говорят, солнце убивает вирус практически мгновенно Ну, это хорошо Проводились исследования с ультрафиолетом И оказалось, он убивает вирус почти мгновенно Солнечный свет и даже искусственный солнечный свет способен его убить Послушай, вероятность будет всегда Хочется просто себя максимально обезопасить Я хочу стероиды, которые давали Трампу Вот что мне хочется Я тоже, я хочу вакцину Ему кололи то, что себе Скала Джонсон колол Снимай с Джуманджи Ему там хороший коктейль накололи Да, хороший И прямо в задницу Видел его твиты Помнишь, как в детстве делали уколы в попу? Вот это сто процентов работает Вот что нам следует вернуть Уколы в зад А что кололи в зад? Я не знаю Я не помню Вряд ли тебе захочется пойти к врачу, чтобы какой-то мужик снимал с тебя штаны ради твоего блага, пока ты плачешь перед своей мамой Я никогда не плакал Представь, что придется жопу из окна тачки высовывать, чтобы у тебя вакцину проверили Было бы забавно Если всем приходилось бы высовывать жопу из тачки Послушай Все это постепенно закончится Погоди-ка Кондли также рассказал, что Трампа лечили дексаметазоном и иммуносупрессивным стероидом, который может привести к приступам эйфории Вот откуда его твиты Да, после этого пойдет на парковки дрифтить С тех пор люди начали рассказывать о собственном опыте такого лечения Интересно Иммуносупрессоры Это интересно Говорят, что в лечении этой болезни нельзя допустить, чтобы иммунная система реагировала слишком сильно Или слишком агрессивно боролась с болезнью Я не понимаю, в чем тут логика Потому что я тупица Я пытался прочитать эту статью Это было сложно Лишний раз задумываешься о том, насколько невероятно сделано наше человеческое тело Есть несколько видов реакции иммунной системы В самом начале она пытается окружить вирус Борьба нарастает, а затем система перезагружается И она направляет уже другие тела У иммунной системы есть по меньшей мере четыре стадии борьбы с вирусом И так как она становится агрессивной, она может больше навредить тебе, нежели вирусу Вот статья «Использование дексаметазона» Дексаметазон — это кортикостероид, который снижает иммунную реакцию организма Уменьшает опухоли и симптомы аллергической реакции Применяется при лечении астмы, болезни крома и различных лимфом Также используется при лечении коронавируса Потому что в некоторых случаях наблюдается чрезмерная иммунная реакция С выделением противовоспалительных цитокинов Которые приводят к цитокиновому шторму Это я слышал Как иммуносупрессор дексаметазон Снижает вероятность чрезмерной реакции иммунной системы на вирус Исследователи обнаружили, что дексаметазон Существенно снижает смертность среди тяжелобольных госпитализированных пациентов с коронавирусом Ученые утверждают, что он Предотвращает треть смертей среди пациентов, подключенных к ИВЛ Интересно То есть они ему дали все, что только можно Да, и сработало Это же президент Соединенных Штатов Его нужно лечить максимально эффективно Вот к чему я веду, подкалывая тебя В такие времена Ничего не понятно Люди хотят какого-то четкого понимания и плана действий Вот мы будем себя вести так, и все будет хорошо Будем носить маски, и все будет хорошо Но вот я не уверен Не уверен, что это так Я думаю, мы все переболеем Вот что я думаю Ну, как раз об этом я и говорю И тот доктор говорил Этот процесс занимает 18 месяцев Но я не уверен, что за 18 месяцев все переболеют Ты встретишься с вирусом И иммунная система некоторых людей легко с ним справляется Спасибо за просмотр Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски Академии Джо Рогана Также вы можете поддержать канал рублем Это помогает делать видео по будням каждую неделю, а также переводить получасовые выпуски Ссылки на донат в описании